МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы с первых дней включились в эту работу, и, мне кажется, не могло быть иначе, безусловно. Татьяна Викторовна, за вами вот прям та вся армия и волонтеров, и общественников, и просто неравнодушных жителей, которые, я знаю, что в ежедневном режиме звонят прям вам на телефон и говорят, Татьяна Викторовна, чем помочь? Могу дать машину, могу дать лишние руки, могу что-то отнести, привезти, потому что, ну, действительно, сейчас оказались в такой непростой ситуации, и на всех это, ну, как бы, обрушилось внезапно, да, но, тем не менее, вот вы не растерялись за это вам, всем, безусловно. Огромное спасибо. Спасибо. Татьяна Викторовна, ну, начнем с вас. Расскажите, как удается быть 24 на 7 со всеми на связи и так быстро, так эффективно наладить работу и с продуктовыми наборами? Ну, пользуясь случаем, что наши жители находятся дома, и, конечно, они сейчас от нас услышат самую актуальную и первую информацию. Хочу всех успокоить, что на территории нашего Одинцовского городского округа работают два оперативных штаба. Не как везде. Первый оперативный штаб возглавляет глава Одинцовского городского округа Андрей Робертович Иванов, куда входят все службы без исключения, которые обеспечивают жизнедеятельность и спасение наших жителей. Реагируют мгновенно, ежедневно, по всем направлениям. Открывается дополнительное ремонционное отделение инфекционное, тоже уже всем оборудовано, готовы принять заболевших и оказать их помощь. Я хочу отметить роль главы округа Андрея Робертовича Иванова. Он как-то работает у нас на опережение. И изначально он нам сказал, давайте не будем ждать. Вот давайте ничего ждать не будем. Давайте начинать сразу же. Переоборудовать палаты, уделять больше внимания жизнедеятельности наших медиков. Давайте выясним, а где они живут. Как они набираются на работу. Может быть, мы им гостиницу предоставим, если они далеко живут, потому что впереди у них будет высокая нагрузка. А давайте их поддержим. А давайте им уделим внимание. Давайте-ка съездим в службу 112 и послушаем, как работают они с жителем. И были же заранее отработаны алгоритмы действия и ответы службы 112. Когда Андрей Робертович туда приехал, он увидел, что работают 11 операторов. И как они успокаивают жителей. И многие не вызывают скорую помощь, когда у них заболела голова. Вы понимаете, это очень важно. И когда глава приехал и провел с нами совещание после службы 112, он говорит, они же на передовой, их надо поддержать. Давайте-ка мы им сделаем то-то, 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 то-то. Это вот главное, когда мы поддержим друг друга. И вот поэтому, наверное, и паники у нас нет, Маша. Да, нет, я абсолютно согласна. Многие службы сейчас находятся на передовой, да, Лариса Евгеньевна? И, безусловно, принимаются меры поддержки, в первую очередь, именно этих категорий. Вы знаете, я хотела бы еще отметить, что, конечно, те, кто посвятили себя госслужбе, все сейчас на рабочих местах. Или на удаленке, как сейчас принято, или на иных источниках, во всяком случае, все равно все в строю, все работают. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо и главе, администрации, потому что все было сделано, может быть, я повторюсь, из-за Тазиана Викторовной, но все было сделано на опережение. Нам, конечно, не повезло, и я хочу отметить, что наши граждане все-таки некоторые, не все, все-таки несознательные люди. Почему? Потому что были выходные, теплые дни, и были шашлыки, и все, Одинцово практически пахло шашлыками. Хотя, в принципе, вся информация на телевидении, во всех средствах массовой информации, то, что делается за рубежом, все прекрасно видели. Но почему-то думали, что никогда с ними ничего нигде не случится, и все обойдется. И мы все самые здоровые и самые сильные. Неоднократно все обращались, начиная от губернатора, чтобы наши люди старшего мудрого поколения оставались дома. И лишь короткий, понятно, магазин с собакой, аптека, вот эти крайние меры. А глава и администрация округа приняла все, что и наше волонтерское движение, наши общественники помогают сейчас, разнося вот эти продукты необходимые. И в помощь идут, и, конечно, и даже до аптеки те лекарства, которые необходимы. Правительство, конечно, Российской Федерации много сделано. Вы знаете, конечно, многим кажется, и есть люди, которые выступают, что с нами ничего не случится, нам теперь дышать, что ли, нельзя. Вы знаете, я думаю, это настолько глупо и безответственно. Потому что я понимаю, что, конечно, много чего хочется, мы люди. Но мне кажется, мы уже настолько разболтались. И у нас вот эта безответственность бесконечная гуляет в нас, в наших головах. Нужно посмотреть, например, и Китая. И можно даже позавидовать, потому что там было огромное население. И в кратчайшие сроки все это остановили. Потому что высокая гражданская позиция. Позиция, но, наверное, она дополнится. Не только защита, в первую очередь, себя, но и остальных людей. Ты ведь, одно дело, ты заражаешь сам себя, свою семью, своих близких. Это как бы касается только, ну, скажем, тебя, ограниченного количества. А другое дело, когда ты знаешь, что ты вернулся, например, из Италии, да, ты заражен, у тебя коронавирус, и ты идешь на работу со словами, да, ничего страшного. Ну, просто там, ну, халатность, вот прям. Я могу сохладиться, но это, знаете, все-таки отдельные случаи. У нас не все ездят за границу в силу разных обстоятельств. Но, конечно, вот эта прослойка людей, которая может себе позволить, и это считает как обычно, и потом ходит, ездит, развлекается, и в ресторанах, и везде, они носители. И получается, что, в принципе, те, кто у нас как раз первыми оказались в боксах, как раз это вот как раз эти люди. Поэтому, конечно, я хочу сказать огромное спасибо в первую очередь мудрому поколению, потому что это советская школа. И они оказались намного ответственнее во многих вопросах. Молодое поколение, оно, вы знаете, оно хочет погулять, поразвлекаться. Они собирались с группами, сидели и так далее. Но пока уже не заварили, в общем, вход на все открытые спортивные площадки. Пока просто не обмотали пленками и заградительными лентами все детские площадки, все игровые комплексы, люди просто массово продолжали туда ходить, и минувшие выходные показали, что... Просто все восприняли, что это выходные, каникулы, очередные каникулы, очередной подарок. Да, но это абсолютный абсурд. Почему? Потому что, да, вот мой ребенок должен дышать. Послушайте, все должны дышать, никто этого не запрещает. Но есть меры. Они временные. И об этом все говорят. Есть пиковые такие зоны, когда нужно именно сейчас считают, что будут пиковые зоны. Именно в это время нужно ограниченно уйти на самоизоляцию. И поэтому предприняты все эти меры. Потому что все равно есть у нас люди, которые все это отслеживают. И поэтому предпринимается по их... Так как все это происходит, по их видению, и поэтому предпринимаются эти меры. Мы временно себя от всего ограничиваем. И понимаем, что наша страна, во всяком случае, если взять цифры и сравнить с другими странами, я боюсь даже дальше говорить, но в том плане у нас совершенно другие показатели. И это все прекрасно видят. И все правильно было изначально сделано. Я просто хочу еще раз сказать, это временно, и нужно понять. И особенно у нас есть одинцовая инфа, которая Андрея Сроухов очень резкий, всегда критический, но нужно давать всегда правдивую информацию. И не нужно здесь сеять в головы ненужную информацию, которая, как вам кажется, и вы это преследуете, чтобы повлечь какую-то панику. Если вы неравнодушны, тогда вот присоединитесь к нам и будьте, оденьте маску, перчатки, и помогите тоже. Развозите те же коробки, у вас есть транспорт. Помогите каких-то иных, спрося, чем нужно помочь. Вот этим нужно сейчас заниматься. И это будет правильнее. Для нас, для всех, кстати. Мы все от этого выиграем. Чем больше людей правильно предпринят какие-то меры безопасности и будет волонтером, поможет нам, мы тогда все будем довольны. Потому что, конечно, казалось бы, Одинцовский, кстати, округ, если взять сейчас по всем показателям, как бы это сейчас не очень хорошо звучит, но у нас сейчас больше, чем у кого-либо созданы все меры поддержки сейчас. И подключились к нам, они сейчас о себе тоже расскажут, волонтерское движение, чтобы все были охвачены. Да, может быть, есть кто-то, что-то, кому-то не понравилось, но люди добрые, давайте как-то мы вместе. Ну, мне кажется, не то время, когда нужно искать соринки. Конечно. В большом искать. В чужом глазу. Лучше наоборот, как-то сейчас объединиться, может быть, что-то не понравилось, но в мягкой как-то форме добрее друг к другу относиться и с пониманием. Ну, и нужно начинать все-таки, мы должны начать сами с себя. Вот как, например, сделал Ревас Ревазович, я знаю, что вы сразу же, как только об этом услышали, не только подключились к работе и штаба, и завели все это, да, волонтерское движение, но вы просто начали сами с себя, вы прошлись по своему подъезду, узнали, сколько живут конкретно в вашем доме, в конкретно вашем подъезде, пенсионеров, одиноких пенсионеров, кому действительно нужна помощь. Самое первое, что главное в нашей жизни, уважение к старшим, проявить свое уважение к старшим. Мы их должны все ценить, любить, уважать. Вот это самое первое, что мы можем сказать. А остальное, что зависит, что мы создали свою команду, создали волонтерскую команду, ту команду, которая старается работать и от души, и от всего сердца. Ну, тут самое главное, да, Татьяна Викторовна, Лариса Евгеньевна, я думаю, вы поддержите, что тут главное, вот кто стоит, кто лидер этого всего все-таки. Реваст Ревазович, вы не только просто создали и сидите где-то в стороне. Вы ведь своими ногами, своими руками, своим временем, то есть вот все силы бросили в первую очередь на эту работу и сами возглавили. У нас есть такая молодежь, которая поддерживает и меня, и Одинцовский городской округ. Ну, стараемся совместно работать. Главный общественник нас. Главный общественник, да. Очень скромный человек. Очень скромный. Знаете, оказалось, вот много кто что говорит, всегда критикуют, вот некоторые наши как раз оппозиционеры, а на деле-то оказалось все по-другому. Жизнь, она показывает и расставляет все на свои места. Вот эти наши крикуны, наши критики, где они сейчас? Где они? Где волонтерской движения? Ну, тогда бы хотя бы со своих вот этих гаджетов поддерживали. Тоже нет. Только могут, вот как мы сказали с вами, щипать. Щипать, вот. А вот это вот не доделали. Ну, а вы-то тогда, ну, доделайте. А раз мы не доделали, вы доделайте. В том, чтобы людям понравилось. Да даже с той же дезинфекцией подъездов, да, но если вы видите, что там, не знаю, недостаточно. В своем хотя бы подъезде. В своем подъезде, но выйдите, наберите вы той же самой белизны, разведите вы хлор, обработайте шахту лифта, обработайте кнопки. Сейчас, я хочу сказать, эта работа началась. Я уже сейчас ехала на машине и видела, что у нас люди в спецформе, были выделены средства, опять же, из бюджета. И сейчас у нас идет обработка тех или иных территорий, уже потихонечку, вот еще с большим усилением, усилением этим, я думаю, что будет продолжаться. Михаил, вы не раздумывая включились в эту работу? Конечно, ни секунды не раздумывая, хочу поддержать нашего скромного товарища Ревозревазовича. Несомненно, как бы, он тот человек, который объединяет нас всех в этой трудной ситуации, именно общественников Одинцовского округа. Он помогает нам взаимодействовать, связывать нас между администрацией, общественной парадой, нами. Мы оказываем очень большую волонтерскую помощь по округу с совместными усилиями. А что вам говорят, вот, когда те пожилые, когда вы им привозите продуктовые наборы? Ведь наверняка сейчас в режиме самоизоляции очень важная еще одна функция это общение. Ведь наши пожилые и одинокие люди, они его лишены. И я думаю, что они на вас прям смотрят с такой радостью. Когда мы уже уходим от них, они счастливые, довольные, рады нам. Мы обязательно как бы всегда вернемся к этим людям, если это необходимо. То есть держите, да, Ревастер Иванович, всю ситуацию на контроле? Прямо обменивайтесь контактами, оставляйте в своей записной книге. То есть это все-таки не разовая акция. Мы даже каждые детали записываем. Записываем каждые детали. Кому что нужно. Если, допустим, что-то не хватает, мы записали, на второй день мы привезли. Мы поддерживаем. И я что хочу в первую очередь сказать, я хочу всем как можно сказать, так высказать, чтобы друг друга поддерживали. В первую очередь соседи. Ничего страшного в этом нету, ничего такого нету. Если откроет сосед дверь и постучится другому соседу и окажет помощь. Кто-то кусок хлебом поделится, кто-то яблоко передаст. Это важно. Я хочу сказать, что одни из первых пришла партия Единой России. Как бы кто ни говорил, а вот у нас есть группа партии Единой России. И там есть такой явный лидер, также Киреев Вячеслав Иванович. Он говорит, ну что вы там съездили в скорую помощь? Да вот там, вот есть диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. Он говорит, а что им не хватает? Ну, было пожелание хорошую микроволновку. Человек тут же вчера съездил, привез, подарил им эту микроволновку. Вы знаете, многие такие люди с партией Единой России сейчас тоже являются волонтерами. И как ни странно, им все открывают двери. И не боятся наши люди пожилого возраста и многодетные мамочки. Это так приятно слышать слова благодарности. И хочется сказать, чтобы все были друг другу добрее, как сказал Ревас Ревазович. Лариса Евгеньевна Лазутина. Хочется, чтобы открывали двери. Хочу также отметить нашего почетного гражданина, еще одного, Кагильда Александровна. Ну, возраст, она на изоляции. Она говорит, я не жду никаких там указаний. Я сама звоню всем ветеранам педагогического труда. Те, кто работали с директорами школ, заведующими детских садиков, тех учителей уважаемых, которых она лично знает. Я открыла, говорит, свою записную книгу. Она прозвонила каждому на домашний телефон. Поинтересовалась, кому чего надо. И все. И вы знаете, очень часто Надежда Борисовна ежедневно, ежедневно, Надежда Борисовна, Дмитриева, наш главный волонтер по участникам Великой Отечественной войны, да, я говорю, Надежда Борисовна, ну как, она же каждый день дает справку в волонтерский штаб. Вы знаете, эти люди, которым почти 100 лет, всем довольны. Они сами говорят, может, мы поможем кому-то. Они еще готовы, да, тоже встать в строй и присоединиться. Вы знаете, как ни странно, эта категория всем довольна. Привозим им помощь, подарки, поздравления, там, с юбилеем, и сейчас эта акция продолжается в эти дни. Они всем довольны. Но есть категория жителей, которые всем недовольны. Привозишь подарок, а почему столько мало? Понимаете? А ведь у нас очень много, 70 тысяч пенсионеров и людей, которые проживают изолированно, очень большая цифра. И хочется каждому доехать. Одинаково. Не каждому, вот приезжаешь, она, а завтра вы когда ко мне приедете? Когда вы ко мне завтра приедете? Да, есть такие вопросы. Люди думают, вот есть такие люди, которые работают в ежедневном режиме. Ежедневно. Маски, перчатки, транспорт. Ежедневно, как вот Ревас Ревасович, Лариса Евгеньевна, глава, штаб, которые все приходят на работу каждый день, рискуя своим здоровьем. Но мы об этом не думаем, почему? А если мы этого не сделаем, не придем на работу, как же наши жители получат все благо? Кто будет мыть подъезды? Кто будет развозить продукты? Вот сейчас обратился наш хороший магазин «Глобус», который у нас известен в Одинцовском округе. Мы все любим этот магазин, да? они обратились и говорят, сейчас заказывают продукты на дом, а у нас нет водителей, кто будет возить? Вы думаете, кто первый откликнулся на эту просьбу? Ревас Ревазович сказал, я найду этих водителей, мы сделаем это движение, когда мы будем развозить продукты нашим людям. Понимаете, сейчас важна каждая помощь, доброе слово. Как можно присоединиться к волонтерскому движению, как можно чем-то помочь вам, если кто-то после просмотра сегодняшнего эфира все-таки решит, что готов и может оказать чем-то помощь? Даже просто находясь в самоизоляции, записать ролик в поддержку у врачей, тем же самым детям записать какой-то мастер-класс и опять же сделать всем хорошо. Вы знаете, у нас же уже создано много этих волонтерских штабов по разным направлениям. Кто хочет стать волонтером? Как помочь организоваться на дому? Все это есть, все телефоны, и мы вам их даем и печатаем. Поэтому кто желает, может нам лично позвонить, знают нас, прийти в администрацию, оставить письмо или позвонить в администрацию. Мы всегда дадим все адреса. У нас адресов очень много. Каждый день поступают, люди о помощи просят. Кому-то съездить за лекарством элементарно. Поэтому кто желает, все знают, куда обращаться. Обращаемся и присоединяемся. Вчера я выезжала в аптеку в одну, брала витамины для себя тоже в аптеке и заодно посмотреть, ну как там в нашей аптеке, очень хорошо. Везде работают оптимисты. Я говорю, ну как дела? Кто их? Мы победили в 45-м году фашизм. Неужели мы этот коронавирус не победим? Мы победим. Вот такие люди у нас работают каждый день в нашем Одинцовском городском округе. Хочется, конечно, о них рассказать и на ваших телевизионных экранах. Потому что это действительно герои, Маша. Это герои наши. Когда побывали на скорой помощи, когда Андрей Ромич зашел в палаты к нашим инфицированным коронавирусом, действительно, там такие врачи, которым действительно хочется сделать очень много в эти дни. Помочь им. Давайте все организуемся и поможем нашим замечательным медикам. Вы знаете, есть меры поддержки, конечно, которые сейчас предпринимаются, во-первых, нашими службами непосредственно и нашими волонтерами. Но приезжая порой к нашим пенсионерам, мы видим, что с ними живут и их внуки, взрослые уже возраст, которые, в принципе, гуляя со своими друзьями, все-таки не оказывают помощи своему ближнему. А посторонние люди делают это. Вот как раз это делают. Вот так мы воспитываем своих детей. И чтобы мы не говорили о власти, еще нужно в первую очередь посмотреть на себя самого. И нам бы хотелось, чтобы в первую очередь оказывали помощь именно родственники, ближние люди. Мы говорим о добре, мы говорим о многом, мы говорим о том, что нам должны те или иные службы, власть должна нам, но наши родственники в первую очередь должны нам в первую очередь протянуть руку помощи. Вот этого бы не хотелось, потому что сейчас, развозя, еще раз скажу, вот эти наборы, мы вот с этим столкнулись. Дай Бог, чтобы больше таких случаев не было. Да, хочется, чтобы мы друг к другу повернулись лицом. Но иногда даже смотрят наборы и говорят, почему так мало? Почему так мало в этом наборе? Понимаете? Знаете, как обидно волонтерам, которые работают круглые сутки, вон, как Ревас Ревазович со своей командой молодой гвардией, да? Обидно. Здесь еще больше жестче вопросов. Обидно. Жестче еще вопросы бывают. Татьяна Викторовна здесь пожалела, а все ли эти продукты имеют правильный срок годности? Вы знаете, наверное, это такое кощунство и совершенно неправильные вопросы. У нас и Роспотребнадзор, и все остальные службы работают практически, вы знаете, ежечасно. И согласовываем математизор. Наверное, мы подняли такие темы сейчас очень жесткие, но нам бы все-таки хотелось, чтобы люди, понимая, какое сейчас время, немножко посмотрели на себя в первую очередь, и не задавали вот таких не очень хороших вопросов. Тогда нужно вам встать и сделать так, чтобы было все в порядке и в достатке, а в первую очередь у своих родственников. Да, и не просить тогда помощи, если уж на то пошло. Если вы в конечном итоге еще ею и недовольны. Да, вот это, конечно, правильно, и я думаю, что, конечно, хочется, чтобы вот сейчас время как раз на проверку каждого. Какой человек, как тебя воспитали, и никакие другие воспитатели, учителя, педагоги здесь ни при чем. Здесь твоя семья тебя так воспитала. И вот здесь мы увидим каждого уже совершенно по-другому, что он из себя представляет. И хотелось бы, чтобы все-таки в завершении сегодняшней программы мы сказали огромное спасибо всем тем людям, всем тем службам, которые продолжают работать в ежедневном режиме, рискуя собственной жизнью, рискуя жизнью своих близких, выходят на работу, оказывают помощь. И, конечно же, безусловно, первая линия фронта это наши врачи, это наши медики, это младший медицинский персонал, все те, кто рискуя собственной жизнью, спасает жизни других. Давайте им сегодня поддержим, продолжим эту акцию и скажем спасибо нашим врачам. Три, четыре, спасибо! Вы смотрели специальное интервью, берегите себя и своих близких, оставайтесь дома. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok